Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупенных культур у нас республика составляет 126%. То есть выше 100% это очень хороший показатель. То есть запас семян у нас имеется. У нас фермеры уже внедрили у себя допустимое животноводство доение коров роботами-дойерами. Один робот-дойер обслуживает до 70-80 голов. Кроме того, у нас давно демонстрируется, я надеюсь, через несколько лет уже появится на полях нашей республики, беспилотные трактора. Управление ими – это же все человеческий фактор. Человек будет управлять. То есть человека никогда, мне кажется, никто не заметит. Зерно сомнений. Что будет с азимами? Это тема нашей программы. В эфире главные новости в студии Динара Вургофт. Здравствуйте. Напоминаю, номера для прямой связи 511-99-66-8-800-532-55. Это бесплатный номер для регионов. У нас сегодня в гостях доценка ГАУ, заслуженный работник сельского хозяйства республики Татарстан Ильгизар Гайнадинов. Здравствуйте. Добрый день. Инфоповодом для нашей программы стало заявление от министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что в этом году общая посевная площадь в России увеличится на 300 тысяч гектаров. И как бы стоит напомнить, что в этом году выпало рекордное количество снега. О том, как это может повлиять на урожай, мы сегодня с вами и поговорим. И для начала хотелось бы задать вопрос, когда начнется посевная в этом году? Вот есть ли уже какие-то данные? Я так думаю, вот весна сейчас идет, ночные температуры пока минусовые держатся, а дневные уже выше нулевой отметки, то есть плюсовые температуры. Ну и обильные осадки прошли последние дни с учетом этого. Я так думаю, поля от снежного покрова освободятся где-то числом 15 апреля, ну где-то не ранее. Уже апреля, рисково. Да, 15 апреля, я так думаю, большая часть снега, особенно за Кампской зоне, потому что там все же относительно меньше снега лежит на полях. И это позволит, мне кажется, по ледяной корке, то есть по межной земле еще уже начать подкормку озимых культур и многолетних трав. Но в дальнейшем, я так думаю, уже после 20 апреля уже возможно приступим в определенных районах, приступить к оборонованию, закрытию влаги и уже полным ходом начнется, я так думаю, весенние полевые работы. Вот вы начали говорить о технике, а как ее готовят к весенним полевым работам? Вся техника у нас по плану Республики Татарстан, по данным Министерства хозяйства и продовольствия Татарстан, необходимо было отремонтировать 9200 тракторов. Это где-то 69% от их общего количества и более 5000 пассивных и почвообороточных машин. По состоянию на 23 марта осталось отремонтировать где-то более 200 тракторов, в том числе 73 тракторов энергонасыщенных. И на сегодняшний день из 43 муниципальных районов, по данным Министерства хозяйства, все пассивные агрегаты отремонтированы, приведена готовность в 21 муниципальном районе. И в остальных районах осталось где-то около 47 единиц привести техническую готовность. Таким образом получается около 97% тракторов, 91% пассивных комплексов, они уже готовы к началу весеннеполевых работ. Что касается селок и культиваторов, которые в основном тоже будут задействованы при обработке пассива сельскохозяйственных культур, почти 100% уже отремонтированы и готовы. И Минсельхозпрод предусматривает с 1 по 12 апреля комиссионно осматривать готовую технику. К этой дате уже все агрегаты должны быть укомплектованы, соответственно, агрегатированы сельхозмашинами и укомплектованы механизаторскими кадрами к этому времени. По поводу кадров, учитывая, что в этом году по плану увеличение площади пассива на 300 тысяч гектаров, соответственно, наверное, и должно быть больше работников, возможно, больше техники. Так ли это? Какие цифры? Вот укомплектованность агрегатов механизаторскими кадрами предполагает, зависит от того, какой режим работы будут выбирать сельскохозяйственные предприятия. В основном, это не меньше 2 смены в сутки, иногда бывает, некоторые виды работ осуществляют круглосуточные, то есть 3 смены. Если 2 смены и 3 смены, это необходимо рассчитывать, что механизатор кадров должно быть в 2 или 3 раза больше, то есть обеспечить круглосуточную работу. И, соответственно, что касается кадров, на сегодняшний день республика Татарстан в сельской местности проживает где-то 900 тысяч граждан, это где-то, считайте, четвертый житель, это сельский житель, и около 10 тысяч специалистов, руководителей работают в сельскохозяйственном предприятии. А вот именно в сельскохозяйственном предприятиях АПК, агропромышленного комплекса, работают около 70 тысяч работников. Соответственно, в части подготовки кадров необходимо обратить внимание со школьной скамьи, потому что, вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что надо заниматься со школы профориентационной работой. В этом плане наш Казанский государственный аграрный университет в течение последних 5 лет эту работу начал, и, соответственно, на сегодняшний день у нас совместно с главами администрации муниципальных районов, в 10 муниципальных районах и совместно с директорами школ, около 40 школах, организованы такие агроклассы. И опыт показывает, что выпускники этих... Это с какого класса получаются? Агроклассы. Агроклассы. Старшие в звене, наверное? Ну, где-то 8-е, 9-е и так далее классы. И, соответственно, наши профессора, доценты выезжают из агроклассы и по плану проводят занятия по агрономии, по автоматизации, механизации производственного процесса, по управлению сельскохозяйственным производством и по экономическим вопросам. То есть все для того, чтобы привлечь людей в эту связь? Да, и чтобы они после окончания идут к нам, получать ваше образование по сельскохозяйственному направлению. То есть это очень хорошо. Где-то 65% вот, например, Балтасинского района в выпускники агроклассов шли поступать именно в ВУЗы и среднепрофессиональные образовательные учреждения для того, чтобы получить специальность по сельскому хозяйству. И вторая проблема, я считаю, необходимым работодателям воспользоваться вот той программой, которая существует сегодня, когда предприятие направляет сельевую подготовку будущего абитуриента, и, соответственно, они обучаются и оплачивают стипендию 50% бюджет, 50% предприятия, то есть где-то 10 тысяч рублей. И, соответственно, затраты на содержание этого студента, обучаемого в ВУЗе, и, соответственно, связанные с производственной практикой и другими видами практики, которые там будут проходить в направляющем предприятии, они все дальше компенсируются из бюджета. То есть по линии Министерства сельскохозяйственного права, сельскохозяйственного тарстана. Вот этим надо воспользоваться. И, конечно же, надо обеспечивать работодателям, собственникам наших предприятий, хочется им отдельно спасибо сказать, кто обеспечивает достойную зарплату выше средней по экономике, то есть 60 и более тысяч рублей. Только при этом условии, при высокооплаченной работе и нормальных рабочих местах, конечно, условиях, и наши выпускники, конечно, будут возвращаться в село. Вот мы с вами говорим о том, как привлечь людей в сферу сельского хозяйства. У нас сейчас век высоких технологий, и во многих сферах роботы заменяют человека. А можно ли такое сказать о сфере сельского хозяйства? Конечно, у нас есть специальные направления, специальные предметы по роботизации сельскохозяйственного производства. Я даже скажу так, что у нас фермеры уже внедрили у себя, допустим, в одного среда доения коров роботами-дойерами. Один робот-дойер обслуживает до 70-80 голов. И, соответственно, здесь человеческий фактор отсутствует, необходимо этих роботов обслуживать. А что касается растеневоческих отраслей, при возделе сельскохозяйственного культуры для опрыскивания малообъемными растворами, у нас давно используются уже беспилотные летательные аппараты, которых мы называем в простом народе дронами. И, соответственно, это не в военных целях используется, а в благих целях для выращивания сельскохозяйственного культуры. Кроме того, у нас давно демонстрируется, я надеюсь, через несколько лет уже появится на полях нашей республики, беспилотные трактора. Это как? То есть оператор, находясь в помещении, находясь за компьютером, будет управлять несколькими тракторами на расстоянии. Потому что у нас на сегодняшний день очень много техники уже оснащены ДЖПС-навигаторами и соответствующими трекерами, которые передают информацию. То есть, в принципе, уже мы начали, так скажем, переходить на роботов, да? Да, на роботов и в неряде цифровой технологии. Что, конечно, и привлекательность сельского труда будет повышать, и, соответственно, молодежь, ведь он привык работать через ноутбуки, компьютеры, так ведь. И, соответственно, как оператор будет управлять этой техникой. И, конечно, это способствует повышению производительности труда. Но, тем не менее, если я правильно понимаю, то есть полностью от человека, так скажем, отказаться нельзя? Нет, конечно, нет. За роботами должен происходить, да? Обязательно, потому что обслуживание дронов, обслуживание беспилотных летательных аппаратов, роботов, дойеров, управление ими, это же все человеческий фактор. Человек будет управлять. То есть человека никогда, мне кажется, никто не заметит, особенно в таких сферах, важных сферах сельскохозяйства, как растеневодческие отрасли и животновеские отрасли. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, в каком состоянии сейчас находятся посевы. Вадима, не на экран. В этом году весна наступает долго. Поля в белом снегу, чернозема пока не видно. Снежный покров местами превышает 60 сантиметров. В обычные годы, к середине марта, его толщина достигает 25-45 сантиметров. Температура почвы – 0 градусов. Специалисты говорят, что пока это нормально. Хотя зимы, в общем, смотрятся здоровыми. Но местами их насторожило пожелтение вторых листьев азимых. Возможно, ему не хватает кислорода, или просто он замерз. Но замерз – это по признакам не похоже. По району озимые культуры посеяны на площади 16 023 гектара. Из них более 15 тысяч гектаров составляет озимая пшеница. Остальное – озимая рожь. Озимые тяжело переносили за сушливую осень. И многие из них впадали в зимовку в фазе шельца. 603 гектара – это 4% от посева зимых. Удовлетворительно – 1805 – это 11% от посева зимых. Плохие 3496 гектаров – это 22%. И есть посевы, в которых не было сходов. По словам специалистов, в хозяйствах с плохим состоянием озимых необходимо быть готовым к их повторному посеву. Для этого у них должен быть страховой фонд посевов. Рустам Ахмадуллин, Ильин Уркадыров. Новости Татарстана. Озимая пшеница является стратегической зерновой культурой для России. Для каких целей она особенно используется? Действительно, озимая культура у нас в основном – озимая пшеница и озимая рожь. Они являются стратегической культурой. Потому что независимо от засушливый год или, допустим, благоприятный год, даже в засушливых условиях, озимая культура дает где-то около 30 сетенеров с одной гитарой урожая. Когда яровые, там 15 и меньше могут давать. И, соответственно, для этого Российской Федерации под урожай 2024 года, по данным Министерства лесхозяйства Российской Федерации, засеяно около 20 миллионов гектаров. Из них 17 миллионов гектаров озимая пшеница. Почему озимая пшеница? Это ценные пшеницы с основным. И, соответственно, они обладают большей частью зерна озимой пшеницы, большим содержанием клейковины. А клейковина – это показатель хорошей качественной муки. И, соответственно, озимая пшеница, и зерна озимой пшеницы, и мука, соответственно, получаемая из этой пшеницы, идёт на хлебопекарные цели для производства крупы и макаронных изделий. И, соответственно, очень хорошую муку и хорошее качество хлебную продукцию мы получаем именно по муке озимой пшеницы, из зерна озимой пшеницы. Но республика Тарстан тоже уделяет большое внимание. Вот в прошлом году под урожай 2024 года было посеяно 550 тысяч гектаров озимых, и из них 460 тысяч гектаров как раз озимая пшеница. И здесь у нас, я бы сказал, в основном возделываются отечественные сорта. В первую очередь это сорта Казанского научного центра Российской наук. Наш, так несложно мы называем так, и, соответственно, средний урожайность составляет от 30 сетнеров, а, соответственно, хорошие благоприятные годы 50 сетнеров с одного гектара. Вот сорта Казанской, например. Есть ещё сорт такого народного академика, если не что, с Политай, по-моему, фамилия. Сорт называется Скипетр. Скипетр, и, соответственно, средняя урожайность данного сорта составляет где-то 50 сетнеров с одного гектара, а потенциальная урожайность, вот показались в центральной членоземной зоне Российской Федерации 90-100 сетнеров. То есть вы говорите хорошие сорта. То есть я правильно понимаю, в основном это сорта отечественного производства, да? Да, отечественного производства, да. Иностранные также тоже, да? Да, иностранные есть, например, да, но они, конечно, зависимость от иностранных сортов мы уже как бы отходим, потому что, ну, по какой причине вы знаете, так сказать, все знают. И, соответственно, у нас некоторые зависти... Справляемся своими силами очень, да? Да, некоторые зависти, конечно, есть по семенам сахарной свеклы, кукурузы, посолнечника. И семена этих культур в наших условиях не получаются. Основным у нас в южных регионах Российской Федерации. И то у нас заключены на 93,78% от всей потребности контракты поставщиками семян. Они сейчас поставляются. Ну вот, что касается состояния озимых, вот предыдущий сюжет показал, что действительно 65% озимых, посев озимых ушли на зимовку в благоприятном, удовлетворительном состоянии, хорошем и удовлетворительном состоянии, а 35%, к сожалению, из-за того, что в сентябре месяце дожди не было, а мы озимые семь уже в начале сентября, и сходы поздние получились. И как бы состояние одного-двух листов, они ушли в зимовку. Поэтому последние образцы, полученные из посев озимых культур, показывают, что в предкамской зоне где-то около 10% гибель наблюдается озимых культур, по данным миссии хоспорода, а за камень где-то 7% и в остальных районах где-то от 4 до 5%. Вот правильно здесь сказано, что неопадем для этого иметь запас семян, для того, чтобы пересевать другими культурами весной, в случае их гибели. А сколько площади отвезено под Яровой сев? У нас в целом запланировано Республика Татарстан в этом году осуществить сев Яровых зерновых зерновых культур на площади 935 тысяч гектаров. Соответственно, эту работу, конечно, предстоит выполнять. И для этого, как я уже говорил, семена уже заготовлены. Кстати, обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупенных культур у нас Республика составляет 126%. То есть выше 100% это очень хороший показатель. То есть запас семян у нас имеется. И что касается удобрений, потому что залогом урожая, хорошего урожая, кроме влаги и тепла, является, конечно, и минеральное питание растений. Поэтому минеральное удобрение поставлено задачей 80 килограмм действующих на 1 гектар выносить в этом году. Пока заготовлено в среднем по республике Татарстан где-то 60-65 килограмм действующих вещества. И там немножко необходимо поработать, потому что как только настанет весенеполевая работа, и подкормку озимых и многолетних трав необходимо уже осуществлять азотными удобрениями. И, конечно, республике необходимо в этом плане поработать. У нас, естественно, плодородь без внесения удобрений дает где-то 15 сетенеров с 1 гектар урожайности. А для того, чтобы получить 40 сетенеров и более урожайности зернового культуры, необходимо уносить где-то 165-150 килограмм действующих вещества. И по уровню внесения минеральных удобрений пока республика у нас находится в 25-м месте среди регионов Российской Федерации. Это хороший показатель. Это неплохой, учитывая, что у нас где-то около, наверное, 80 регионов, где, в общем, земледелие осуществляется. Но стремится есть к чему, да? Мы с вами поговорили о том, от чего зависит урожайность. А как может отразиться позднее посевное на урожае? Возможно ли в этом году, например, из-за снега? Конечно, приход весны и начало наступления весеннего полива не означает, что мы дружно можем их провести. Потому что, например, позапрошлый год показывал, 2022 год, что весна затяжная была. То есть, чередовались дождями, холодными дождями, и иногда дождями со снегом. Поэтому предсказывать сложно. Но, тем не менее, как только почва будет готова к обработке, и, соответственно, к посеву зерновых культур, ранних, в первую очередь, зерновых культур, необходимо этому приступить. Потому что каждый день опоздания по севам – это шревато потери и дорогостоящей влаги в весенней почве, и, соответственно, потери одного-двух сетнеров с одного гитара урожая зерновых культур. Поэтому необходимо к этим работам подойти в полотно и полной готовности, и всей ответственностью. А как государство помогает? Какую поддержку оказывает государство фермерам? В данном случае, конечно, без дотации субсидий мы не можем обойтись, потому что в последние годы показывают, что цены на зерно у нас снижаются. И на сельскохозяйственную продукцию, что касается сырья дальнейшей переработки, это касается и молока, они сдерживаются или же снижаются, а цены на минеральные удобрения, материотехнические ресурсы, тракторы, сельхозмашины, конечно, они растут, и диступли в том числе. Если мы хотим иметь качественную, дешевую продукцию, значит, государство должно датировать и субсидировать это производство в случае падения рентабельности производства продукции растеневства и животноводства. Иначе это неинтересно будет агробизнесу, то есть собственникам агропредприятий. Вот на 22 марта текущего года доведено до сельскохозяйственного товаропроизводителя 844 миллиона рублей государственной поддержки. Это основано на поддержку племенного животноводства, на техническое перевооружение, на приобретение растительной техники. Ну и, соответственно, завершились отборы на оказание несвязанной поддержки. Несвязанная поддержка где-то 165 миллионов рублей составляет, и рассчитанная на 1 гектар, это 320-350 рублей. Но если учитывать, что в европейских странах такая поддержка 400 евро, и, соответственно, где-то это 35-36 тысяч рублей на гектар, и сравнить 350 рублей и 35 тысяч рублей, конечно, не вы из земля. Поэтому в этом плане, конечно, мы ожидаем, что государство всегда окажет стороннюю поддержку, и, соответственно, что у нас всегда был хлеб на столе, и сельскохозяйственной продукции дешевая, качественная на наших столах, чтобы дотации и субсидии сельхозтоваропроизводителям еще больше увеличивали. Конечно, вот такое желание есть. Пусть так и будет. Ну что ж, спасибо вам большое за интересное информативное интервью. Приходите к нам снова. Спасибо вам. До свидания. Это были главные новости. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова